Средняя школа номер 53. Здесь учились более 200 детей. Кроме уроков, в этих стенах ребята посещали и разнообразные кружки. У детей была возможность развиваться и проявлять свои таланты. Но в начале нового учебного года двери этой школы будут закрыты. 22 июня 2015 года наша школа 53. Произошел в ней пожар, сгорела крыша и повредила система отопления. 25 июня приезжал с рабочим визитом мэр города Запорожья Александр Син. Во время этого рабочего визита было сказано, что нашу школу будут восстанавливать. После пожара прошло уже почти два месяца. За это время здесь ничего не изменилось. Ремонт в школе даже не начинался. Родители учащихся не раз обращались к запорожской власти. Просят об одном. Вспомнить о проблемах нашей школы и воплотить в жизнь то, что нам обещали, что сделают перекрытие до зимы. Потому что сейчас хорошо лето, через две недели наступает осень. И не дай бог пойдут дожди, школа будет залита, пойдет грибок. И потом уже на восстановление, естественно, пойдет гораздо большее средство. Чтобы учебный процесс не нарушался и дети были в безопасности, их всех перевели в соседнюю школу номер 52. Она русскоязычная. Но с сентября для учеников соседнего заведения все занятия будут проводить по нормам и требованиям 53-й школы. Переводятся классы без расформирования. То есть, вот как они были, эти классы, в том составе, как есть, 53-й. В полном составе переходят в 52-ю. Учителя, которые преподавали в 53-й школе, будут преподавать детям в 52-й школе. Преподавание будет продолжено на украинском языке. Родители учащихся 53-й школы интересуют один вопрос. Сколько денег выделили на реконструкцию школы и когда она снова будет встречать учеников с открытой дверью? На данный момент составлена дефектная ведомость. Подготовлен нами бюджетный запад. И на ближайшие сессии, 26 августа, будут выделены 1 миллион 200 гривен для капитального ремонта кровли. Уже к следующей сессии будет готовиться еще один запрос о получении средств. Но уже на ремонт потолков, стен и косметического ремонта. Все работы планируют выполнить до конца года. В планах у нас до Нового года это все успеть сделать. Но все зависит от того, каким будет финансирование. Потому что вот сейчас нам выделяют 1 миллион 200 гривен. Экспортный выставок, как мы получим, тогда только имеет право подрядчик приступить к выполнению работ. А пока чиновники не спешат с ремонтом школы и только оформляют запросы на получение средств, ученики уже мечтают о том, как вернуться в стены родного учебного заведения. Я хотела бы вернуться в эту школу. Диана Клочко, Константин Грушко, Константин Пороскевич, ТВ5.